Обживается и сказочно хорошеет монастырь на Карповке. Краткое интервью здесь в 3.30 по полотне с патриархом московским и всеярусией Алексеем. Ваше святейшество, здесь теперь будут ваши покои, да? Это вот то самое место, где по приезде в город будет жить патриарх. Теперь не потребуется останавливаться в гостинице и Иоанновский монастырь. Он ставропегиальный монастырь, подчинен патриарху. Это были покои преснопамятного праведного отца Иоанна Кронштадтского. Они приведены в порядок и будут сейчас покоями патриарха московского. Ваше святейшество, но вот, например, на Западной Украине беда. Беда именно в отношении православия. Что думаете вы и в вашем лице русская православная церковь? Как либо защищать, либо отстаивать нам веру? Я думаю, что беда не только в западных областях Украины. Там особенно ярко проявляется наступление римокатолицизма. Но это наступление мы ощущаем и в восточных областях Украины, и в России, в Москве, в Новосибирске и на Дальнем Востоке. Там ведь закрываются храмы, и православные храмы превращаются в католические. Да. На западных областях Украины такой процесс имел, причем с методами насилия и на политической, националистической волне. А не подведет ли сейчас себя русская православная церковь своим благородством, своим великодушием? Ведь, скажем так, противники русской православной церкви на той же самой западной Украине действуют жестко, действуют незаконно, действуют неблагородно. А мы, в общем-то, великодушничаем и разговариваем. Вы знаете, всегда такие силы добрые, они всегда не используют злых методов. Я думаю, что Бог не в силе, а в правде. Но даже здесь уже, в общем-то, действуют люди, которые хотели бы расколоть церковь. Как известно, здесь организовываются, например, новые приходы, так называемые, зарубежные церкви. Вот отношение русской православной церкви к зарубежной. Мое глубокое убеждение, что создание каких-то новых параллельных структур, это желание внести раскол на нашу каноническую территорию, внести дополнительные осложнения и раскол в жизнь нашего общества. Ваше Святейшество, Вы вступили на Патриарший престол в самый, наверное, за последнее время жестокий период истории Руси. Вы очень умный человек, Вы все прекрасно понимаете. Вы понимаете степень трагедии, скажем так, сегодняшнего дня. Что Вам дает силу так держаться и не поддаваться, скажем, отчаянию, которому поддаться, естественно? Я за последнее время очень много путешествую. Я за год своего патриаршества, год и один месяц, я посетил 19 пархи нашей страны, разные регионы. И Сибирь, и Белоруссию, и Молдавию, Украину, Прибалтику. Только за этот год, за 6 месяцев этого года я совершил 150 богослужений. Всегда они очень многолюдные. И на глубинке русской, и в городах, и весях, всюду встречаюсь с людьми. И я могу свидетельствовать о том, что люди все-таки тянутся к добру. Не все добро потеряно из нашей жизни. И вот это богослужение, в первую очередь, литургическая жизнь, это дает мне силы не терять мужество, и вселять какую-то уверенность и какой-то оптимизм в сердца и в души людей. К слову сказать, в качестве комментария к этому сегодняшнему интервью стоит добавить, что именно так называемая русская зарубежная церковь в первый день Отечественной войны служила торжественный молебен о победе немецкого оружия. И еще можно было бы добавить, что наша вера православия потеряла за это время около 2000 приходов, перешедших по всей стране к католикам, униатам и РЗЦ. В нашем разрушаемом государстве не менее тяжелые удары, чем все остальное принимает на себя и церковь. Продолжаем.